Азербайджанская армия Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит смысла во встрече с пемьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому агентству ЭФЭ. Нет, это абсолютно бессмысленно, сказал он. Президент отметил, что в последние два года у него были многочисленные встречи с пешиняном, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после революции, то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Армении, однако спустя год стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что Карабах – это Армения. Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с руководством пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом, он сделал все возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним. Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве. И, как мне кажется, сегодня это правильный формат для контактов, подчеркнул Ильхам Алиев. 10 ноября на восточном склоне горы Агрыдак появится гигантское изображение турецкого и азербайджанского флага в честь Дня памяти основателя Турецкой республики Мустафы Кемали Ататурки, ушедшего из жизни 10 ноября 1938 года. Об этом сообщил глава муниципалитета турецкой провинции Агры Савджи Саян, передает канал 13. Флаги покроют весь восточный склон Агрыдака, обращенный к Армении, от подножия до вершины с помощью современных лазерных технологий. Проект будет реализован при поддержке работающих нахтеваний компаний Гемикайя Холдинг и предпринимателей Агры. Саян подчеркнул, что цель такой памятной акции – оказать поддержку азербайджанским воинам, освобождающим родные земли от оккупантов из Армении. От всей Турции, от провинции Агры и лично от себя передаю приветствие братскому азербайджанскому народу. Мы всегда рядом с нашими братьями, потому что они на правом пути, сказал он. Информация армянских СМИ о том, что ПВО Армении сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Азербайджану, является ложной. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Отметим, что азербайджанские БПЛА не осуществляют полеты на территории Армении, сообщает Главное военное ведомство Азербайджана. Миноборона Азербайджана также опровергла сообщение Еревана о якобы обстреле азербайджанскими подразделениями Хаджавенда и Шуши. Сообщение армянской стороны о якобы возобновлении обстрелов Хаджавенда и Шуши со стороны азербайджанской армии абсолютно не соответствует действительности, подчеркивается в тексте сообщения. В ведомстве в очередной раз напомнили, что вооруженные силы Азербайджана не обстреливают населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Азербайджанцы Дильгама Аскеров и Шахбаз Гулиев, взятые в заложники армянами, увезены в Армению. Об этом сказал тренд-сын Дильгама Аскерова Кюрдок Ле Аскеров. По его словам, 4 ноября в полдень позвонили из Международного комитета Красного Креста и сказали, что его отца Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева вывезли из Шушинской тюрьмы в Армению. В комитете сказали, что у них нет информации, в какой регион Армении их увезли. Их местонахождение в настоящее время уточняется. Как только их местонахождение будет установлено, сотрудники комитета посетят их, а затем сообщат нам. Лишь сказали, что проинформируют нас о дальнейшем состоянии заложников, добавил сын Дильгама Аскерова. Он также сказал, что последний раз Международный комитет Красного Креста посещал заложников в сентябре. В то время отец нам также прислал письмо. В письме отец сказал, что все нормально. После этого новостей нет. Министерство юстиции Армении согласно на отправку на фронт заключенных, которые захотят добровольно отправиться воевать против Азербайджана. Об этом заявил глава ведомства Рустам Бадасян. При этом он подчеркнул, что необходимо соблюсти формальности и амнистировать таких зэков-добровольцев. Это вопрос уже к генпрокуратуре, но такой процесс идет, сказал он. Также Бадасян отметил, что многие тюремщики уже ушли с мест работы на фронт добровольцами, то есть заключенных сейчас почти некому охранять. По официальным данным, сейчас воюет на территории Азербайджана даже заместитель Бадасян Ваге Данилян. По информации спутника Армении, заявление написали несколько десятков заключенных. В основном это бывшие сотрудники силовых ведомств, отбывающие сроки за коррупционные и иные преступления. Некоторые имеют опыт боевых действий при Первой Карабахской войне. Азербайджанская армия продолжает уничтожение членов террористической организации ПКК ЕПГ, прибывших из Сирии для участия боевых действий в Карабахе. В течение последних суток в Карабахе было уничтожено еще 12 террористов ПКК ЕПГ. Они были ликвидированы в Ходжавенском направлении фронта. Согласно информации, один из террористов подорвал себя гранатой. Таким образом, по состоянию на 5 ноября 2020 года, азербайджанская армия ликвидировала в Карабахе 22 террориста ПКК ЕПГ. Число смертей от коронавируса в мире за сутки достигло значения в 9763 человек, сообщает Bloomberg по данным Университета Джона Хопкинса. Это рекордное значение с начала пандемии COVID-19. Одновременно в США установлен рекорд по зараженным коронавирусной инфекцией за день. По подсчетам Reuters, коронавирус к 5 ноября был обнаружен у 102 500 жителей США за сутки. Коронавирус в мире обнаружен у 48 миллионов человек. 1 миллион 200 тысяч больных скончались. В числе стран с наибольшим числом случаев США 9 миллионов 400 тысяч, Индия 8 миллионов 300 тысяч и Бразилия 5 миллионов 500 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok